Здравствуйте! Я Ирина Афонская, русская поэтесса с литературным именем Ива Афонская, живущая в эмиграции. Это новое видео, посвященное войне в Украине. На моей голове венок из желтых и синих цветов, цветов украинского флага, в знак поддержки Украины. Этот веночек мне подарили мои друзья из Киева. Итак, сейчас начался сентябрь. Как известно, этот месяц – начало учебного года. Но торжественные линейки 1 сентября 2023 года прошли в Харькове и в других городах Украины не на школьном дворе под голубым небом и ясным солнцем, а в бомбоубежищах и станциях метро. Из 13 тысяч школ в Украине в обычном режиме будут работать только 7,5, потому что в остальных размер бомбоубежищ не позволяет разместить всех учеников и учителей. Остальные будут проводить занятия в смешанном режиме или дистанционно. Правительство Украины выделило 1,5 млрд грн. на строительство бомбоубежищ в школах и ремонт существующих. На этой фотографии линейка 1 сентября в городе Харькове. На этой фотографии снят урок, который проводится в бомбоубежище в городе Одесса. В Харькове в пяти станциях метро оборудованы подземные классы, в которые пошли учиться дети, чьи школы были разрушены бомбежками. За время нападений России на Украину было разрушено российскими бомбежками 1300 школ. На этих фотографиях разрушенная российская бомбежка и школа в городе Купянске Харьковской области 23 августа 2023 года, за неделю до начала учебного года. А на этой фотографии жители Краматорска подметают выбитые стекла и приводят в порядок школьный спортзал после российской атаки. Война с Украиной – это преступление. Преступники и те, кто в ней участвуют, и те, кто ее поддерживает. Преступники, заслуживающие самого сурового наказания. Стихи и статьи «Против войны в Украине» на моем сайте afonskaya.ru Стихи других российских поэтов и мои «Против войны в Украине» в блоге «Нет войне стихи» «Российские поэты против войны». Также стихи украинских поэтов о войне в блоге «Нескорина Украина». Ссылки на сайты и блоги в комментарии под видео. Рождаясь, не выбирают страну, и нам вовек не оборвать эту нить. Моя страна ушла на войну, и я не смог ее остановить. Кому власть да сласть, кому с ума да тюрьма, а я не в силах эту боль превозмочь. Моя страна сошла с ума, и я ничем не могу помочь. И что тут делать, и как тут быть, если все отныне верно? Не надо ним бы икры и растить, надо просто не быть г**ном. И я уверен, только в одном, пришла пора выбирать. Но если решил не быть г**ном, и жить легко, и умирать. И жить легко, и умирать. И жить, и не умирать.